Итак, мои дорогие, прямо сейчас я отправляюсь на собственное расследование, а именно, я хочу поездить по госпиталям Майами, в которых рассказывают, что лежит большое количество заболевших, переполнены парковки, люди толпой идут, заболевшие, класть их некуда. Вот прямо сейчас с моей подругой мы едем по основным госпиталям Майами, мы посмотрим, насколько то, что показывают по телевизору в СМИ является правдой. Также сегодня стал известен очень интересный факт. Президент закрыл Флориду, закрыл все гостиницы, понятное дело, все рестораны, развлекательные комплексы, но почему-то в городе Тампа, который находится в двух часах езды от Майами, работают гостиницы. Не только гостиницы, но также работают в них спортзалы и бассейны. Почему так происходит? Почему некоторые города закрыты и люди не могут отдыхать и выходить на улицу, а другие города в одном и том же штате открыты? Это большой вопрос. Начинаем расследование, начинаем узнавать, что к чему и почему так происходит. И, возможно, под прикрытием коронавируса в странах происходят совершенно другие действия. Возможно, под коронавирусом правительство пытается что-то изменить в мире. Как вы считаете? Ну а для того, чтобы обезопасить себя на всякий случай, я надеваю маску. У меня вот такой вот волшебный напиток. Имбирь, лимон, вода и немножко серебра. Берегите себя и следите за историей. Буду вам все здесь показывать. На самом деле, из хорошего подумайте. Сейчас закрыты все границы. Что это значит? Что наркоторговля, секс-туризм и другие грязные вещи прекращены. Я думаю, что все, что сейчас происходит, именно происходит для того, чтобы почистить землю. Не только природу и планету, но также очистить нашу планету от той грязи, которая начала происходить. А именно от проституции, наркотиков, оружия. И я думаю, что коронавирус и закрытие границ именно происходит из-за этого. Так, ну что, мы приехали в первую клинику. Вот машины. Люди не идут, да, Свет? Нет, никого нету. Все тихо, спокойно. Попробуем зайти в клинику. Пустота. Ни к чему не трогай. Не прикасайся ни к чему. В общем, толпы людей нет, которые бежат сюда. Только что мы были в emergency, это скорая помощь. Там нельзя было снимать, потому что сидели врачи на входе в масках, да, и никого не было в очереди. Пустотали, конечно, стоять в очереди. Мы спросили, если кто-то внутри, нам сказали, что внутри никого нет. Но мы как бы под предлогом, что мы ищем мужа Светы. Вот пытались попасть в emergency. Нас не впустили, но сказали, там людей нету. И в очереди стояло ноль человек. Едем дальше? Так, ну мы видим, да, что не особо много мафин. Так, давайте я вам покажу, как выглядит emergency. Вот они что-то построили. Если там кто-то, непонятно. Так, меня слышно, да? Вход. Но, как мы видим, людей нет, очереди нет. Кто лежит в этих палатках, мы сейчас будем разбираться, смотреть, пытаться проникнуть. Я пью имбирь, поэтому не переживайте. Два человека там, да, внутри? Здесь никого нет. Внутри, вот, в emergency два человека. Делаем выводы, господа. Делаем выводы. Два человека, сидящие в скорой помощи, во второй же клинике, в которой якобы нет мест, и все переполнено. А существует ли вообще этот коронавирус? И так ли он страшен, как нам рассказывают? Мы едем в третью клинику для того, чтобы посмотреть, что происходит там, в том госпитале. Улица шикарная. Но людей нет. Пустота. Девочки, я не говорю, что нет вируса. Вирус есть, просто он не так великий, не так страшен, как его пытаются показать нам. Но он есть, да, и поэтому я ношу маску. Да, это я отвечаю на ваши сообщения, которые получают. И опять-таки, сколько людей, столько мнений. Я просто хочу вам показать, что происходит в Майами. Не по телеку, а в реале. Вот мы сейчас, вот практически в третьей клинике, показываем, что мы видим своими глазами, да, а не то, что нам пытаются показать. Но это ваше дело. Вы можете принять эту информацию. Можете не принять эту информацию. Можете сами поехать проверить и с хэштега показать другим людям, что происходит. Продолжение следует...